Ученые, как в области науки, так и в области многообразного творчества, у нас с вами в гостях великий ученый, как вы уже догадались, Алексеенко Сергей Владимирович. Академик РАН, лауреат международной пребии глобальной энергии, председатель национального комитета РАН по тепло-массообмену, председатель Объединенного ученого совета САРАН по энергетике, машиностроению, механике и процессам управления, научный руководитель Института теплофизики. Вообще виды деятельности научно-организационной Сергея Владимировича трудно перечислить, поэтому мы вот здесь на экране изобродились, Сергей Владимирович, присаживайтесь. Вот у вас микрофон, радио есть, можно и так слышно. И я единственное, когда спросила, я говорю, Сергей Владимирович, он еще шутит. Я говорю, как вы все успеваете? Он говорит, я и не успеваю. Ну вот так вот получается. Ну мы сегодня с вами построим нашу творческую встречу таким образом, что я на правах ведущих по задаю вопросам и побеседуем. И, конечно же, мы оставим время для того, чтобы... И только у вас вопросы есть к этому удивительному, талантливому, великому ученому. Поклопаем. И я бы вот с чего начала, уважаемый Сергей Владимирович. Вот в фильме основной темой все-таки была энергия, энергетика. Премия международная ваша, конечно, звучит как глобальная энергия. Я знаю, что есть великое высказывание, вы все помните его, Черчилля. Тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Сейчас немножко по-другому, настолько актуально стала другая, вот переделанная вот эта фраза, и она имеет большой-большой смысл. Тот, кто владеет энергией, тот владеет миром. Могли бы вы нам объяснить, почему сейчас это так важно и актуально? Да, я поясню, откуда взялась эта фраза. В общем-то, я ее придумал. На самом деле, независимо, но выяснилось, что похоже есть у Черчилля. В действительности, когда... Нет, похоже, но не то же самое. Когда издавался календарь глобальной энергии, нескольких лауреатов попросили, чтобы на один месяц выдали какое-то свое изречение. Ну вот я думал, и вот придумал такое изречение. Кто владеет энергией, тот владеет миром. Но это совершенно принципиально и не случайно, потому что действительно независимо от технологических укладов, а вы знаете, многие любят очень на эту тему дискутировать, энергия остается главным источником жизни и благосостояния людей. Но вот в последние годы сложилась совершенно беспрецедентная ситуация. В последние годы имеется даже не десятилетие, а именно годы, когда нужно принимать принципиальные решения по развитию мировой энергетики. Но вот поскольку я институт теплофизики, я как теплофизик, мы работаем в основном на энергетику. Поэтому мы все время говорим не просто теплофизика, а теплофизика и энергетика. И вот поэтому мы конкретно занимаемся этими проблемами. И именно по этой причине в последнее время я часто выступаю с лекциями. Я уже начал даже не с того, какие интересные есть технологии в энергетике, а начинаю всегда с перечислениями глобальных проблем, мировых глобальных проблем. Ну и на сегодня я их насчитал 7 таких проблем. Ну я хочу здесь напомнить, что, во-первых, давайте по энергии все-таки чуть-чуть уточним. Все-таки я считаю, что цивилизованные страны тут владеют глобальной энергией. Я вот вчера слышала у нас Владимир Владимирович Путин, отвечал на вопросы средств массовой информации стран БРИКС, и он такую фразу вообще промолвил, что Россия обладает безграничными соопасами энергии. Поэтому это все-таки удел цивилизованных стран энергии. Все-таки, чтобы ответить на этот вопрос, нужно на самом деле обратиться как раз к тем глобальным проблемам, которые я перечислил. И сейчас я скажу кратко. В действительности глобальные проблемы по-разному рассматриваются, и по-разному к ним относятся в разных странах, вплоть до наоборот. И как раз в этом и заключается суть вопроса и ответа. А таких проблем всеми. Что самое интересное, они практически все связаны с энергетикой. Итак, первая, самая главная проблема, которая от нас всех затронула, это изменение климата и зарушение зонного слоя. Так вот, оказывается, что основная проблема – это парниковые газы, а источник парниковых газов, антропогенных, это энергетика. Три четверти выброса парниковых газов – это энергетика. Именно поэтому нужно что-то делать с энергетикой. И это центральная часть всех проблем, в том числе и наших, как специалистов в области теплофизики и энергетики. А здесь подхода два. Либо полностью отказываться от органического топлива и переходить на возобновляемые источники. В этом весь смысл парижского соглашения. Мы уже сегодня должны полностью отказаться от угля, буквально завтра от газа, и использовать только возобновляемые источники. А вот для России как раз это абсолютно неприемлемо, потому что мы действительно по совокупности самая богатая страна. Угля нам хватит на 400 лет, второе место по запасам после США. У нас 21% леса, у нас нефть, мы в лидерах, газ в лидерах. И в этом смысле, конечно, мы являемся лидерами, и нам незачем отказываться от органического топлива. Но мы должны развивать новые технологии, которые я могу показать, которые полностью решают проблему парижского соглашения. А здесь я можно добавлю, чтобы не очень глубоко вникающим людям в эти проблемы я чуть-чуть буду вопросы задавать, чтобы понятно было всем. То есть у нас в России, если мы говорим о российских глобальных проблемах СОЗО, ну, по-моему, в 2016 году объявлена стратегия научно-технического развития. Впервые принята стратегия научно-технологического развития России. Впервые за всю историю мы переходим на инновационный путь развития. А вы входите в совет, который занимается решением, значит, развития возобновляемой энергетики. И по возобновляемой энергетике у вас целая программа, да, Сергей Иванович? Да, совершенно верно. Есть семь приоритетных направлений, ну, семя просто попадают случайно. Ну, и на первом месте стоит действительно энергетика. В энергетике пять секций, и вот одна из главных секций – это возобновляемая энергетика. Я являюсь председателем этой секции, то есть я полностью отвечаю за развитие возобновляемой энергетики в смысле научных подходов. И здесь есть такие предложения. Вот мы не можем идти по пути, который предлагает Парижское соглашение, переходить на солнце-ветер. Для России это абсолютно не подходит, потому что ветер у нас на периферии России, где никого нет. Солнце, наоборот, на юге, где тоже мало потребителей. Вот, а зато есть источники энергии, но это будущее. Это геотермальная энергия, чем мы сейчас плотно занимаемся. Вот мой тезис там был показан. Глобальной геотермальной энергии достаточно, чтобы навсегда обеспечить человечество энергией. Но при этом должны развивать те технологии, которые сегодня еще невозможно использовать. То есть нужно болеть на глубины более 5 километров. И даже сейчас с предложением 25 километров глубина, там температура более 400-500 градусов Цельсия. И в этом смысле мы имеем почти дармовую энергию, в том плане, что мы ее получаем бесплатно. Но чтобы ее извлечь, нужно затратить, соответственно, средства на развитие новых технологий. И обслуживания почти никакое. Вот это есть та голубая мечта на будущее. Но это, скорее всего, уже даже более чем десятки лет. Но это совершенно реально. Это будущее. То есть я поняла, что Сергей Владимирович, в общем-то, считает, что Россия будущее в термальном источнике. Нет, все-таки я поясню. Сегодня, мы говорим, если говорить про сегодня, то ни в коем случае нам нельзя отказывать, это просто глупость абсолютная, отказываться от органического топлива. Есть технологии, если показать предыдущий слайд, вот предыдущий. Вот эта технология, которую разработал, на самом деле, не раньше были известны, но запустил Родни Аллан, это наш хороший знакомый, он работал в институте теплофизики. Он председатель комитета по глобальной энергии. И цикл заключает, смысл очень простой, сжигать топливо не в воздухе, а в кислороде. Тогда на выходе мы имеем смесь углекислый газ и вода, пары. Пары легко сконденсировать, и у вас в остановке остается углекислый газ, вы ни одной молекулы наружу не выбрасываете. То есть, вы полностью удовлетворяете требованиям парижского соглашения. Тем самым, полностью решается проблема глобального потепления, если мы используем такие технологии. Вот прямо сейчас мы этим занимаемся. А более отдаленное будущее, конечно же, это возобновляемые источники, в том числе геодермальная энергия, про которую я сказал. Другие страны успевают в этом? Кто сегодня впереди? Если говорить про геодермальную энергию, здесь, несомненно, идти в США, по одной простой причине. У них весь Дикий Запад, то есть Аризона, Калифорния, это горячие породы, очень близко подходят к поверхности. Именно поэтому они так много внимания уделяют геодермальной энергии, и у них совершенно амбициозные цифры, которые многие даже в Америке не знают. А именно, к 50-му году они будут столько производить электричество, что это соответствует одной трети электричества, которое вырабатывается в России. Представляете? Только за счет геодермальной энергии. Но самое потрясающее еще другое. Побочно они будут получать тепла в два раза больше, чем потребляет вся Россия. А мы больше всех в мире потребляем тепла. Вот такие вот невообразимые возможности геодермальной энергии. Я это специально подчеркиваю, что это не фантастика, это реальные цифры, реальные планы, которые приняты воплощением. Еще задавала Сергея Владимировича, повторюсь, такой вопрос. Это же дорого, 10 километров. Это более, я услышала, 2 миллиардов рублей стоит. Да, пробурить скважину сейчас примерно 2 миллиарда рублей. Кстати, напомню, что Россия лидер в бурении. Мы пробурили знаменитую скважину на селье 11,2 километра, никто не смог это повторить. Но, к сожалению, программа была закрыта. Мы все время теряем то, что накапливаем и в чем мы являемся лидерами. Так вот, на самом деле, не важно, сколько стоит. Важно, сколько получится себестоимость энергии. По оценкам, это получает самая дешевая энергия всего, что существует. Ну, примерно, там, 4 цента за киловатт в час. Дешевле ничего не бывает. Ну, при этом, естественно, необходимо, чтобы скважина долго работала, примерно 25 лет. То есть, есть ряд условий. Но, повторяю, что если посчитать экономику, то она выдает такие невероятно низкие цены. Мы с вами сейчас затронули глобальные проблемы 21 века и нашей страны. Но у нас же везде еще есть... Продолжим экологическую тему. Чуть-чуть, да? Если можно. Продолжим, Сергей Владимирович? Ну, вот, допустим, на примере Новосибирской области КТО, да, все, что связано с переработкой, да, отходов и так далее. У вас же тоже занимаетесь этим и очень большие достижения и предложения? Совершенно верно. Но, к сожалению, здесь ряд проектов застрял по одной простой причине. Это наша, извиняюсь, российская действительность. Вот мы сказали, что мы приняли впервые в истории России в 2016 году стратегию, которая означает переход на инновационный путь развития. Вот, заработали советы. Вот я за воздавленную энергетику отвечаю. Мы сформировали два крупных проекта. Один проект по геотермальной энергетике. Прекрасная команда. И мы уже сейчас работаем и пообещали нам средства на построение пилотного стенда на Камчатке. Вот, для геотермальной энергетики. А второй проект, даже не проект, а программа по переработке отходов. Мы разработали такую программу для всей страны. И эта программа содержит примерно 25 проектов, которые решают все проблемы. От сбора мусора до интеллектуальной разборки с использованием искусственного интеллекта. И такую систему института по физике создали. Она проходит сейчас проверку. И вплоть до теремической переработки, включая плазменную переработку, после которой нет никаких опасных выбросов. И отдельно задачи даже воплощены уже в действительность. Но, к сожалению, вот сейчас появилась новая концепция. То есть мы не успели выполнить ту стратегию. Появилось слово «концепция», в которой нет понятия КМТП, то есть тех проектов и программ, комплексных научно-технических программ, которые являлись основой реализации стратегии научно-технологического развития России. Вот в чем наша особенность. То есть мы не успеваем выполнить то, что хотели, переходим на новые программы, и, я думаю, так же успешно мы и ищем. Ну, о старой забываем. К сожалению, да. Поэтому приходится искать новые подходы. Ну, к счастью, сейчас появилось ряд компаний, ну, в том числе и государственных программ, я имею в виду финансовых, которые позволяют это выполнить. Ну, вот последний пример. Я надеюсь, что он будет реализован. Вот буквально неделю назад, две недели назад, пришло предложение из Миноборнауки все-таки реализовать проект по геотермальной энергетике на Камчатке. И они готовы выделить деньги на нашу заявку. Все это нужно подать совместно со Сколково до конца года. Вот через час после нашего мероприятия я выезжаю в Москву, со Сколково мы встречаемся, чтобы написать такой проект на Миноборнауки. За бюджетные деньги. А при этом еще ряд организаций, типа Русгидро, Газпромнефть, Зарубежнефть, уже начали работать в этом направлении. То есть, это уже первые ласточки, буквально несколько лет, даже разговаривать на эту тему не хотели. Поэтому какие-то сдвиги есть. Несмотря на сегодняшнюю сложную ситуацию. Я это подчеркиваю. Что мы не отказываемся от климатических проблем. У нас есть климатическая доктрина, и мы все равно будем заниматься климатическими проблемами. Их решением. Сергей Владимирович, мы из фильма, и у меня даже корректировка есть вот этих цифр. Автор более 670 научных работ. В том числе 11 монографий, 58 патентных изобретений. И область науки, то, чем вы занимаетесь, в общем, мы можем говорить здесь бесконечно. Я предлагаю чуть-чуть сместиться с глобальных проблем энергии, энергетики, и вспомнить все-таки о том, что у нас есть жизненная энергия. И вот у нее истоки есть. Сергей Владимирович, ну как же это все начиналось? Вот как вы пришли в науку? Насколько я знаю, вы родились в Алтайском крае, город Слабянск, да? Славгород. Славгород, да. Там, где есть Яровое, которое точно все знают, Возеро Яровое. Прежде всего, комментарий по поводу количества статей. На самом деле, я считаю, что это на самом деле нет. Что это неважно, и тоже глупость, большое количество статей. Мы часто вынуждены это делать, потому что сейчас основной критерий, по которому оценивают деятельность ученого, а также на основании чего дают гранты научные, это статьи престижных, причем зарубежных журналов. И, скажем, если у меня есть какой-то проект, то я сразу пишу план, сколько статей нужно писать. Поэтому хочу я, не хочу я, но вынужден столько статей писать, то есть заниматься писанинами, вообще говоря. Поэтому я не придаю этому особое значение. Главное, что-таки, результат. Вот, а если говорить о том, как я пришел к этой тематике, действительно, везде ряд случайностей. Да, я родился в Атайском крае, очень хорошее место, хоть это степь, вот рядом такое прекрасное озеро Яровое, это, кстати, знаменитый химический комбинат, где в том числе и выпускались ракетные топлива. Я с детства увлекался, вообще-то, теми науками, которые многие увлекаются в действии, это, конечно, астрономия, потом ядерная физика, и в итоге было желание что-то пойти по этому направлению. Ну, когда я стал выбирать в УЗК, куда поступать, ну, вот выяснилось, что ближайший УЗК Новосибирский университет, но здесь не было астрономии, поэтому я вообще-то хотел поехать в Фердловск, где была такая специальная. В детстве астрономия, понимаете? Ну, никак не астрономия. Ну, здесь моя бабушка, мне говорили, кстати, моя бабушка умерла в возрасте 103 года, и была такой кулинар, о которых я не знал и не знаю. До сих пор. Вот она говорит, а что ты туда боишься? Попробую, вот Новосибирский университет вдруг получится. Такие близко, и все равно там близкие темы. Вот она так засуждала. Ну, вот я поехал, будучи золотым медалистом, первые два экзамена сдал на пятерки, и сразу меня зачислили. Поэтому, по сути, он был начать свою деятельность в Новосибирском университете. Когда пришло время распределения, по специальности, повторяю, поскольку я все равно, кроме астрономии и смертных наук, так ничего не придумал, пока я думал, меня автоматически распределили на теплофизику, на которую меньше всего было, вообще-то, желаю всегда. Но я думаю, ладно, посмотрю, может, что-то интересное будет. И действительно увлекся, хотя проблем было много. В конце третьего курса я был один на кафедре. Представляете? Ну, тут институт проявил большую активность, сагитировали, и в итоге вместо одного получилась у нас самая большая кафедра 25 человек. За счет того, что были меры стимулирования. Это двойная поддержка студентов, дополнительная стипендия, еще и поддержка там за участие в договорах и так далее. Это сыграло большую роль, потому что студенты сразу начинают не повлекаться в научную деятельность. И после окончания университета, у них сразу же готовое, специально готовое рабочее место. Правда, другое дело, когда заканчиваешь университет, зарплата оказывалась меньше, чем студенческий. Вот к чему приводила агитация. Ну, тем не менее, я оказался в теплофизике, и не жалею, потому что оказалось, что вот сейчас, например, и стал завкафедрой, и сейчас наша кафедра одна из самых популярных. Но в этом году, например, на нашу кафедру, на физфаке, самый большой набор количества желающих. И может быть неудивительно, потому что у нас теплофизика, это такая самая широкая сфера деятельности, потому что без теплообмена, без переноса энергии вообще не существует ни одного процесса ни в природе, ни в технике. Ну, и с другой стороны, у нас отлажен процесс. И по защитам, хорошая защищаемость, и участие в конференции, мы помогаем и студентам, и молодым специалистам, специалистам в аренде жилья, и свое жилье строили, ну, как и неступляли на физике. И поэтому, я считаю, что есть процесс отважен. Ну, видимо, все-таки самое главное, что теплофизика волей-неволей оказалась в основе энергетики, точнее, оказывается, энергетика, как я вам показал, это вот то направление, без которого ни вчера, ни сегодня, ни завтра обойтись нельзя. И в этом плане я вот доволен своей жизнью. И выбором специальностей. Спасибо вам. Ну, действительно, после окончания университета вы еще в Красноярске поработали, да? По-моему, доцент, это завкафедра, да? Ну, здесь такая история получилась, что когда я защитился, и опять, к сожалению, наши проблемы мне сразу сказали, что надеяться мне не нужно. Ни на квартиру, ни на повышение в должности, ну, а тут, как раз, как вы все знаете, КТЭК звучал, всех туда призывали, и в это же время не так давно был организован Красноярский университет, во-первых, по принципу московского физтеха, ну, как и Новосибирский университет, а с другой стороны, многие преподаватели приглашались с Новосибирского университета, поэтому условия были примерно такие же, ну, и культура, и все остальное, примерно как здесь. Ну, поэтому я поддался на уговоры, поехал туда, именно там я стал заниматься энергетикой, поэтому, наверное, это тоже сильно помогло, иначе я навряд ли бы занимался энергетикой, занимался бы, там, как было показано, и волнами, и вихрями, ну, а здесь пришлось вот окунуться в совершенно новые проблемы, и, как оказалось, тоже не зря, потому что опять по той причине, что энергетика вот основа нашей жизни, и вообще будущего человечества. Ну, так вот, потом-то вы вернулись опять в теплофизику любимую, и с детства, если бы ты хотела чуть-чуть, ведь астрономией увлеклись, были учителя, помогала бабушка, понимали родители, а потом по теплофизике, и там тоже наставник, да, кто у вас привлек, когда у вас горели глаза, что вам нравилось работать, и у вас же большая, большая, большая история, и весь жизненный путь почти с теплофизикой связан, да? Да, конечно, хотя я выпал случайно, но тем не менее я выпал в лабораторию на Коряково, лаборатория большая, разносторонняя, здесь очень много было таких интересных коллег, это там Борис Григорьевич Покусаев, который многие знают, и, конечно же, большое влияние оказал тогдашний директор института Академика Таделадзе, конечно, это была глыба, личность, хотя удивительно, там у него высшего образования не было, тем не менее, когда он сдавал экзамены, оказалось, что он экзамен сдавал по своему учебнику, чему преподаватели были поражены, которые такие особенности, которые навряд-то где еще встретишь, то есть, вот такая специфическая атмосфера была в институте теплофизики, и тем не менее, вот я хочу сказать, что признаю себя, кое-чем был недовольным, а именно, все-таки изначально институте теплофизики организовывался как институт, где существенным образом развивалась прикладная деятельность, инженерия, а я все-таки выпускник физфака, и поэтому, конечно, хотелось мне больше физики, поэтому, когда я стал директором, вот я стал упор делать именно на физику, на больший контакт с университетом, но, скажем, академик Накаряков, он был выходец из Томского политехнического университета, поэтому там было инженерное образование, но это зато опять был путь в энергетику, поскольку они были близко связаны те специальности с энергетикой, а там вместе он учился и с Томиловым, который, многие знают, поздравлял новосибирскую энергосистему, и с Буртуковым, который был главный энергетик в институте теплофизики, поэтому, на самом деле, получилось так, что в институте теплофизики соединились вот такие прикладные инженерные науки с физикой, а это принцип физтеха, я считаю, это основа инновационного развития России, и вот путь как раз будущей технологии, которых у нас не хватает, именно из-за того, что, к сожалению, буквально до нынешнего момента, мы всегда были сырьевой страной, основной принцип всегда был это продать сырье и получить технологию, и это прямо прописано в концепции, что до сегодняшнего момента был такой принцип развития России, и только сегодня, несмотря на такую сложную ситуацию, мы находим в себе силы, это удивительно, но это факт, и этим можно гордиться, что мы переходим на инновационный путь развития, и в этом есть наш вклад, и Новосибирскому университету, по-шельному, тоже, с одной стороны, университет, это готовить специалистов для науки, а с другой стороны, сейчас смело взялись за инженерию, вот сейчас только что утверждена новая специальность, называется прикладная математика и физика, это есть не что иное, как настоящая инженерия, то есть должны готовить инженерных физиков, и это есть залог того, что у нас будут действительно специалисты, способные инновационно развивать Россию. Сергей Владимирович, вы 97-й, 2017-й, вы директор института теплофизики, можно вам вопрос задать, как директор директором, этого хватило или многое не успели и сейчас думаете о том, что не успели и что надо успеть? Да, я был 4 срока, 20 лет директором, но мое мнение, есть такое правило, 2 срока, на самом деле, если нормальные условия, 2 срока достаточно, если ненормальные, то здесь и 10 сроков не хватит, к сожалению, я должен признать, что условия были ненормальные, так раз во всех отношениях, и поэтому, честно признаться, жизнь была очень тяжелая, на всех уровнях, но тем не менее, смогли выстоять разными способами и найти свое место и в науке, и в инженерии, и в обществе, я этим горжусь, потому что сейчас институт теплофизики по многим позициям занимает даже не просто лидерские, а даже первые места, уже сказано было, мы там, ну, скажем, десятка лидеров по грантам российского научного фонда, и там только два или три института, в том числе и нас, мы остальные, это Московский университет, который в 50 раз больше института теплофизики, а сравниваются абсолютные цифры, не относительные, абсолютные, а вот сейчас, например, если мы сравним зарабатываемые средства, ну, вот оказалось, там, вот мы за последние годы, благодаря теперь уже моему ученику я передал ученик Дмитрию Марковичу Сергею Владимировичу, академик уже, директор института, если при мне бюджет был 500 миллионов максимум, то вот сейчас удалось за несколько лет довести до миллиарда, уже три дня, три года подряд у нас бюджет миллиард, примерно 35 центов бюджета, остальное зарабатываем, и если пересчитать, зарабатываем средства на одного человека, то мы на первом месте в сибирском отделении, я хочу сказать, почему я доволен, во-первых, я доволен, что, конечно, без меня институт еще лучше развивается, и это очень важно, вот, а когда я стал директором, я, главный принцип, который у меня был, это сильный институт, сильное государство, то есть, чтобы не институт был на дотацию государства, все-таки сам мог своими там достижениями, грантами, договорами себя содержать, правда, это может быть тоже не все хорошо, самая большая, как сейчас, сейчас какая проблема, я там тоже это показывал, к сожалению, мы бюджетное учреждение, но уже лет пять ни одной копейки не дали на инфраструктуру, на ремонт, а это очень большие деньги, сами сейчас многие знаете, кто ремонтирует, получается так, что мы зарабатываем деньги, личные свои деньги отдаем государству, но это... ремонт сделать не можете? нет, мы делаем ремонт за счет своих личных средств, но это нонс, такого не должно быть, государство обязано, одно, это просто по конституции записано, потому что это решение наших прав. Ну, тема интересная, да, но у нас много еще впереди интересного, все-таки. Увлечение, помогающее научной деятельности, я так это назвала, вот эту следующую нашу дубрику, потому что это творчество, насколько я знаю, наука и искусство взаимно дополняют друг друга, Сергей Владимирович, и вы очень увлеченный человек, и это все очень взаимосвязано. Ну, прежде всего, это спорт, фотография, путешествие, даже не знаю, что первично. Вот давайте, расскажите нам, и даже мы будем здесь не торопиться, ладно? С чего начнем? Со спорта. Так, можно начнем с другого. Давайте с другого. Я уже сказал, что мой принцип был, когда я стал директором этого Института Сильного государства, но и одновременно важно было, это все зависело от кадров, то есть, как привлечь людей. И поэтому мой другой принцип был такой, что каждый человек должен иметь такие условия, чтобы каждый человек мог раскрыться, чтобы не обязательно там стать Нобелевским вариатором, может быть, и хороший инженер, и даже лаборант, это бывает иногда даже важнее, поскольку он поддерживает эксперименты, другие условия, даже может быть, на общественной работе, поэтому я не был против общественной работы, всегда поддерживал, чем люди занимаются. Именно поэтому у нас в институте действовали и спортивный клуб, вопрос про спорт, у нас был мощный спортивный клуб, и особенно туристический. И это тоже мне помогло, потому что я только стал директором, это был 98-й год, по-моему, когда я стал активно еще спортивной деятельностью, походами, заниматься, и у нас был крупный договор, который как раз накалякнул Робертос активное участие принял в заключении договора с американской компанией Airpodex, чем, собственно, спасти в те лихие годы институт теплофизики. И вот нам тоже приезжает сотрудник Фил Арфтранк с той компании и говорит, а я хочу на Горн-Алтай в горы походить. Ну, поскольку нам было важно эти контакты, ну, давайте, собрали старую команду и пошли с ним. Я первый раз пошел в горы, две недели ходил. Когда я одел рюкзак, первый раз такой, я думал, сколько шагов я пройду прежде, чем замерзну упаду. Но тем не менее, две недели ходили. И что еще самое интересное, по людям своим опытом, у меня был мощный кондроз, настолько мощный, что я когда утром вставал, я не мог стогнуться, я вот так вот умывался, руку протягивал и на себя брызгивал. Только потом уже в течение дня как-то расходился. Возвращаясь оттуда, никаких следов кондроза, и с тех пор я вообще не знаю, что это такое. 98-й год. Представляете? Ну, это известно, что лучший способ лечения кондроза, ну, конечно, не всех видов, это растяжка. А здесь, поскольку идешь полусогубым дремем, то получается вот такая растяжка, которая способствует лечению кондроза. Ну, и, соответственно, мы поощряли спорт в институте, мы придумали свой праздник, день теплофизика. Я своим приказом установил такой день, это день основания института теплофизики. Каждый год институт выезжает, полным составом те 150 на нашу базу отдыха, одна из немногих у институтов теплофизики. И там мы проводим соревнования примерно по 15-20 видам спорта, включая даже был у нас женский футбол очень популярный, пока были молодые. И это тоже способствует сближению сотрудников института. Большая культурная программа, причем такого высокого уровня, что можно там на любую передачу все это на любой передаче показывать, даже на центральных каналах. Поэтому действительно это было не случайно. Но лично я с детства увлекался и легкой атлетикой, и лыжей, и силовые упражнения. И сейчас я тоже примерно через день тренируюсь, день силовые, день либо бег, либо лыжи, причем у меня все зафиксировано. Каждое движение у меня записано за всю жизнь. Я все знаю, могу контролировать. Ну и вот наиболее интересный вид, к чему мы, конечно, после той самой знаменитой нашей экспедиции с американцем, это походы. То есть мне удалось покорить и белуху, хотя тоже я, поскольку был неопытный, я говорю, давайте пойдем на белуху. И, как ни странно, мы смогли зайти первые в том сезоне на белуху, поскольку она была закрыта, мы, правда, воспользовались чужими перилами, но тем не менее, там даже вот где-то было я на вершине белухи сижу. Потом, после этого, когда старо-сложно ходить в горы, там уже стали всякие ошибки опасные, вот, то вращение, упадешь, там, то еще что-то. Вот, потом у нас стали развивать автотуризм, вот, и гор на Латайе объехали, съездили в Гоби, тоже, когда мы первый раз пересекли границу в Монголии опять была такая же мысль, как с Резаком, сколько километров мы проедем, прежде чем от машины ничего не останется, потому что там такая тряска, вибрации, в резонанс входит, что как будто на вибростенде. Ну, потом научились ездить по таким дорогам, но, тем не менее, в первой поездке было 10 пробоин колеса. Ну, скажем, пробивали ветки Саксаула, которые, как метал, и острые камни, когда через песок едешь на скорости. Потом, после Гоби, там стали ездить, вот тут показано, там, и в Шотландию, и в США, очень интересные места, особенно в США, дикий запад. По количеству достопримечательностей нет аналогов в мире. Столько там всего интересного, камены, пустыни, вот как раз тоже знаменитые замки в Шотландии. Ну, и из наиболее, видимо, интересных экспедиций, это нужно назвать, в Гоби, куда удалось пробить, скажем, каньон Хененцам, где считается, была алтайская Шамбала, и мало кто смог туда проникнуть, настолько сложно, там машины застревают, и все, и много там было легенд, ну, и многие легенды мы развили, развили, в том числе, также и по Тибету. Путешествия Тибета, я считаю, опять, это путешествием жизни, как я его назвал. Никто не верил, что мы сможем проехать Тибет из Новосибирска до Бодножия Идареста, весь Тибет ехали, всех с половиной, тысяч километров, только по Тибету, потому что, опять, запрещено передвижение на своих машинах по Китаю, по Тибету, у нас было два гида, мы с Магидой говорится, ну, и само путешествие сложное, это была пятая категория сложности, и мы выполнили норматив кандидатом мастера спорта, когда ехали в Тибет. Ну, а затем гони и другие путешествия, Исландия, ну, и особенно интересно было путешествие этого года, но оно вообще в университетное получилось, это на плато Путарана, тоже я долго собирался, все прочитал, плато Путарана, ну, мы-то думали, я-то думал, вопрос того, что мы сможем съездить, зафрактовать вертолет, там немножко похватить и вернуться. Ну, когда выяснили сцены, там не менее полумиллиона рублей, то для нашей группы это оказалось неподъемное, проголосовали, что нужно идти стандартным образом пешком, ну, а пешком там настолько, если бы я сразу я бы даже и обсуждать вопрос не стал, это просто непроизводимо, но я не менее не отказывался же, поскольку я же это предложил. В итоге, все-таки мы пошли маршрутой, сам разрабатывал, вот как раз, да, здесь показано, во-первых, это заповедник, вот, Норильск, нужно было добраться 150 километров вот до этих мест, вот, потом нужно было пробить пропуск, его не давали, но я сказал, что я занимаюсь трудоемом климата, вот тогда нам тут же предложили хоздоговор, и через час прислали уже хоздоговор на это. Поэтому нам еще придется работать по этой теме. Вот пропуск нам дали, вот, пока наш маршрут, он очень сложный, 90-75 километров прошли за 9 дней, причем я тут придумал так, что его можно короче, на самом деле нужно было идти в два раза больше, но дело в том, что очень сложный подъем, сверху показано, от озера Лама, нужно было 4 дня по ущелью подниматься на поток поток Путарана. Поток Путарана образовалось 250 миллионов лет назад за счет извержения супервулкана. Это примерно то же самое, что предрекают извержения Елоустована. Тогда, в то время, 90% живого погибло на земле, ну, правда, есть там другие гипотезы, но это считается одной из главных. 60 лет изъявалась лава, потом все застыло, и когда растрескалось при застывании, получились каньоны, как гранд-каньоны, и средняя высота примерно 1500 метров, и вот такие гранд-каньоны. Вот по такому каньону, вот как раз по этому ущелью реки Хайси, мы 4 дня поднимались по непролазным чащам, ну, у меня, естественно, поскольку я все-таки не тот возраст, вообще-то, невозможно, на самом деле, к видему, в таком возрасте идти. У меня через день начались судороги по всему телу, ну, к сожалению, к счастью, потом удалось как-то с ними их перебороть, вот, хотя гид испугался и хотел меня вернуть обратно, но я уговорю, и к счастью все пошлось. Вот 4 дня мы поднимались вот здесь, потом поднялись на поток футараны, и вот там несколько дней вот примерно вот таким вот образом ходили, с полным языком. Ну, из-за того, что я оказался самый слабый, мне все-таки 74 года, самый младший после меня, самый старший после меня 50 лет, а в основном люди 35, 5, 40 лет, вот, поэтому с меня часть груза сняли, я других тем самым нагрузил. Ну, в основном вот так вот мы ходили, этого самый типичный вид плато футараны, там, в принципе, никого нет и никогда не было, поскольку это лавовые породы, ну, иногда там следы медведя видны, и вот снежный баран, теперь есть проблема его существования, чему посвящен нас будет договор с заповедником футаранским, вот такие вот виды там, ну, а главное, конечно, богатство потопу футарана, это около 20 тысяч озер и несколько тысяч, даже десятков тысяч водопадов, это вот самое красивое, что есть, вот, поэтому нам удалось все это вот увидеть, запечатлеть, и, конечно, сильно помогла погода, вот, это тоже ущелье, типа, гранд-каньона с ответственными скалами, потому что они образовались стерны, поскольку они образовались за счет растрескивания пород, и удалось пройти, а так, есть сказать, что такое плоток называется водопад невеста, похоже на фату, наиболее такое красивое место, ну, а, почему я говорю, что удалось короче пройти, чем предлагалось, я уговорил идти не обратным путем, это тоже было бы дня три, возможно, крутой спуск по крутому склону, и вместо четырех дней удалось спуститься за шесть часов, но все роптали, потому что спуск был почти как альпинистский, да, там видно какие места, вот, и сыпучий, вот, поскольку поэтому идешь, если камень срывается, то он летит, например, полкилометра, даже не видно, где он там упал, ну, и там все-таки, как я вчера выяснил, оказывается, все-таки трое человек получили травму, я-то думал, что никто, и мой сын, наконец-то, до сих пор нога болит, вот здесь спуск, вот в этом месте мы спускаемся козьим собачью, собачью, перепад километра, вот этот километр нужно спуститься по крутому спуску, ну, одно место, я сорвался, выцепился за дерево, вытащили, то есть, в этом смысле, то есть, не просто было, но, тем не менее, вот мы довольны, что удалось, конечно, вот такие невероятно красивые места, озеро собачье, а внизу кордон, вот как раз-то, вот там слева кордон, поэтому, если бы мы не взяли разрешение, то невозможно было бы спуститься в этом месте, упали бы, как раз, в лапы егерям, а это вот вечер на озере собачье, невероятно красивые виды, поэтому, вот я считаю, что это такое, одно из самых уникальных путешествий в жизни, хотя, вроде, не в таком уже возрасте это все совершали. но давайте все-таки, вы, наверное, заметили, да, друзья, что удивительные фотографии, Сергей Владимирович, увлеченный человек, на сегодня у него 6 фотоальбомов и 20 персональных выставок, вот, Сергей Владимирович, так что, все-таки путешествие, или изначально, все параллельно, или изначально все-таки фотография, вот, вот, я не могу о фотографии не говорить, мы с вами сделали очень много персональных, кто-нибудь еще, только персональных выставки, да, в этом году открывали за 50-летие Рериха тоже выставку, я знаю, что вы будете участвовать в Рериховских вот чтениях, здесь целая серия есть фотографий, давайте немножко фотографии, это же тоже теплофизика, визуализация, да? Совершенно верно, мы немножко перескочили, у нас наша любимая тема, и это самая главная тема, собственно, для чего существует у ученых, это взаимодействие науки и искусства, так вот, будущие еще участия, я вернусь к конференции, в 1994 году, я принял участие в конференции под названием взаимодействие науки и искусства, она проходила в Гонконге, ну и, кстати, там человек был в комитете, Витя Козлов, института механики, вместе ездили на эту конференцию, и потом еще два такие конференции проводились, а смысл был такой, что на эту конференцию собирается представители науки и искусства, и обмениваются своими мнениями о том, что дает наука искусству, и что искусство дает науке, и даже были такие лекции, их называли SCART, сокращенно, Science, Art, искусство, SCART, и эти лекции, пленарные, выступающий, должен так представить материал, ну, скажем, если он представитель искусства, то ученый должен понять, и наоборот, если ученый выступает, то должны представители искусства понять, которые ничего не разбираются в науке, и это было действительно очень интересно, но не просто было такие конференции организовать, и все-таки они перестали, прекратили свое существование, но они дали толчок как раз к тому, что я не просто стал заниматься фотографией для, скажем, науки, потому что вот в теплофизике, гидродинамике, механике основное это визуализация, и течение очень сложно, особенно турбулентные течения, вихревые, волновые, и очень трудно математически показать, что это такое, а вот визуально волну увидишь, сразу все понятно, вихрь увидели, торнадо, сразу поняли, о чем разговор, это концентрированный вихрь, или там еще другие, явления, скажем, в горении удается тоже видеть такие вихрьовые структуры, которые способствуют интенсификации, то есть это не просто увеличение интерес какой-то, а это важно для того, чтобы реализовать те цели, скажем, для интенсификации, теплообмена и горения, то есть в этом смысле визуализация сильно помогает вот в научном плане, и очень важно, что визуализация помогает представить результаты исследований, то есть можно прочитать все, что угодно, а как показать, ну, скажем, течение вот в этой комнате, вот мы сейчас вот здесь всякие течения у нас есть, на самом деле, мы их не видим, а если мы измерим, то можно увидеть и красивые вихри, и струи, и все есть вот в этой аудитории, на самом деле, вот что нам дает визуализация течений, ну, а после того, как я стал уже тогда не только ради науки заниматься фотографией, и, кстати говоря, поскольку была хорошая техника, признаюсь, ее использовал просто для фотографирования, и это, естественно, способствовало тоже продвижению фотографического искусства, ну, а потом, поскольку очень часто стал выезжать в разные места Земли, в разные страны, и привозил фотографии, многим это было интересно, в том числе и с походом, и у меня предложили сделать выставку, и вот первый раз я эту выставку сделал в 2000 году здесь, в Доме ученых, вот, и с этого как раз все и пошло, примерно так, и, соответственно, и открытие темы взаимодействия науки и искусства, стали специально устраивать такие мероприятия, я даже помню, приехали с пятого канала из Питера, снимали фильм про взаимодействие науки и искусства, раскрывали темы, одна из основных тем физики и лирики, ну, как известно, она пошла в дискуссии, которая была в 59-м году, и опубликована была в газете «Правда», Борис Тутский на эту тему написал стихотворение, что-то физики, почете, что-то лирики в загоне, и вот были много дискуссий, но в итоге основа вот такой, что на самом деле физики и лирики должны работать вместе, и творчество, даже Стэнн про это говорил, что творчество, и творчество невозможно сделать открытие в науке, поэтому важно взаимодействие в науке и искусстве. Вот к тему приходим, и о чем мы регулярно дискутируем. И вот, когда приехали с этого канала, они искали в Новосибирске физика, лирика и физика-лирика, меня выбрали в качестве физика-лирика. Его заставили ходить по кругу промолченых, с умным видом рассуждать, смотреть куда-то вверх. Я так толком не знаю, что получилось, потому что тогда еще интернет такого у меня не было, хорошего, и я не видел чего там они сделали. Да, я немножко хотела чуть позже немножко, давайте к фотографии вернемся. Все-таки, Сергей Владимирович, ну, мы понимаем, что Сергей Владимирович, как ученый, подходит к фотографии, визуализации. Все-таки от Тибет, рельховские чтения, вот это ваше путешествие, чуть-чуть, потому что год 150-летия рельха, очень важно вы будете сейчас принимать в чтениях в этих. Уникальные фотографии, несколько слов. Здесь интересно получилось, когда я так об этом особо не задумывался, хотя рельх мне действительно нравился, его необычный стиль, который трудно к чему-то отнести. Наверняка, я так думаю, что это школа Куинджи, поскольку у него был учитель Куинджи, хотя про это почему-то не пишут, но совершенно явно прослеживается. А так у него, видимо, элементы пессионизма и экспрессионизма, и физической живописи. Ну, все-таки свое у него есть, не спутаешь его ни с кем, действительно, ни с тем, тысяч картин, это, конечно, громадное наследие. И вот на последней выставке, которая была в Доме ученых, я как представитель Дома ученых участвовал в открытии и говорю, что интересно, оказывается, я был почти в тех местах, где был рельх. Все-таки основное, что было в жизни рельха, это центральная азиатская экспедиция. То есть, они из Равалпинди, из Пакистана, пересекли Гималайи, дошли вдоль пустыни Токламакан, до Урумчи и потом до Омска. Это был первый этап, а второй этап, потом они сначала сходили на Алтай, до подножия горы Белухи, а потом уже через Новосибирск, через Байкал и из Урги, то есть, из Улан-Батора, теперь наоборот, спустились через Гоби вниз и прошли до катели Далхасы, их не пустили, они остановились там возле города Нгачу, и там они, хотя они не были готовы к зимовке, у них были только детние палатки, но они вынуждены были там зимовать, а что это такое мы там были, я знаю, это самое тяжелое испытание у нас там были, даже летом, а они зиму провели в детских палатках, у них там был караван 108 верблюдов, 100 верблюдов погибло, 8 осталось, из них только два могли идти, причем там это была просто трагедия, там верблюд, когда умирал, подходил к палатке, залпно просил чего-то, представляете, 100 верблюдов пережить, как они на глазах умирали, но один человек у них из экспедиции умер, они смогли выжить, и потом вернулись через Гималайи, уже в районе Авереста, через Непал и, соответственно, в Индию, где потом уже он и жил в районе Кулу, а еще оказалось так, что я был и рядом с Кулу в городе Шимла, но я в то время не знал, что там жил Релик, поэтому мы туда не доехали, а так, получается, вообще я был во всех тех местах, где был Релик, но более того, его почти нигде не пускали и самые интересные места он не увидел, а мы, получается, посетили гораздо больше мест, чем Релик, и именно те места, куда он хотел попасть, в том числе и где, как считал, была Шамбала, но в частности, он был в подножии Эвереста, в подножии Белухи, но не был там, мы были на самой Белухи, вот, он объехал Токламакан, а мы пересекли пустыню Токламакан, а это самая большая песчаная пустыня в мире, и только сейчас через нее пролезли дорогу, раньше было немыслимо вообще зайти в Токламакан, это была неминуемая гибель, потом мы посетили озеро Напсу, он его объехал, священное озеро, как оно сейчас показано было, вот, очень интересное озеро, там, гусеница был показан, который таким вот образом выполняет корм, священный обход чего-то, священного места, затем мы посетили Хасу, совершенно удивительное место, здесь показана сейчас следующая картинка Хаса, и, конечно, потрясающий дворец потала, вот, весело мы обошли, там, тысяча комнат, там, неимоверное количество святынь, вот, далее мы были у подножа Эвереста, он только издалека видел Эверест, ну, а самое, да, вот, интересное место, здесь он был, у него там красивые картинки, перевал Тангла, это вот высота 5200, 5200 метров высота, откуда сделана фотография, вот, у него очень много таких интересных картин, здесь у нас были самые тяжелые испытания, горнячка просто лежали пластом, голова болела, оказалось, просто сейчас развалится на части, такое самое тяжелое испытание было в жизни, ну, примерно два дня, потом мы все-таки смогли адаптироваться, вот, затем мы были, самое интересное место, это, конечно, гора Кайлас, там дальше показано, может показать, считаю, у буддизма считается, это самая священная гора, считается, что ось вселенной проходит через эту гору, поэтому, вот, как раз путь на Кайлас, и главная цель любого буддиста, это совершить гору вокруг Ры Кайлас, вот следующая будет Кайлас, вот она это, у нее 4 грани, это вот северная грани, и вот мы смогли обойти, высота от 4,5 до 5,5 километров, вот на такой высоте, за 3 дня мы прошли 53 километра, так что, считается, один обход отпущения всех реков, 108, достигаешь просветления Будды, то есть, некоторые даже 108 раз обходят, поэтому, нет, ну, это обычно гиды, конечно, я думаю, это делают, а вот дальше за гору Кайлас, есть такое, да, показано, самое высокогорное озеро в мире, следующая картинка, озеро, озеро, сострадание, сострадание, это основа буддизма, такое понятие, самое высокогорное озеро в мире, а дальше, царство Гуге, совершенно потрясающая вещь, ее заново открыли там не так давно, там очень редко кто бывает, тем более европейцы, ну, поскольку мы сами путешествовали, мы туда проникли, ну, сразу видно, почему туда трудно проникнуть, вот такой рельеф, там, и горы, и дороги появились только вот, когда Тибет захватил Китай, ну, зато они вот все построили, теперь в Тибете есть все, как в Игриции, и вот далее, что такое, ну, невероятно красивые места, там, и чем знаменит это царство Гуге, там была сначала своя религия Бо, это типа шаманизм, затем уже именно там развивался буддизм, ну, своеобразная форма, то, что теперь называется ламаизм, это буддизм возник в Индии, и вот самые интересные места, вот, в царстве Гуге, это пещерные города, вот в этом пещерном городе около, почти тысяча пещер, ну, мы тут все обходили, ну, вот наш коллега тут даже заблудился, поскольку до сих пор там, хотя казалось бы, что такого, они до сих пор не обследованы эти пещеры, ну, и мы посетили даже несколько таких пещерных городов, вот, и так дальше можно, ну, конечно, очень красивые озера, Рерих тоже любил их рисовать, просто в том докладе, который у меня будет на Рерихе, в течениях, я просто показываю картины Рериха, и, соответственно, то, что увидели мы, даже те же самые места, в этом смысле, интересно. Это озеро, я не знаю, какое название, я его случайно увидел, там, на одной фотографии в интернете, я его в итоге сам назвал «Озеро красивое», но оно действительно невероятно красивое, на высоте 5000 метров, ну, а тут уже такие стуровые горы, но тоже, скажем, это место интересное, крутой поворот, высота 5200, вот здесь вертикальный обрыв, примерно километр, никаких ограждений, ничего нет, ну, вот примерно, примерно так. В общем, бесконечно интересный человек, да? Бесконечно много путешествий. Видимо, раз, что, Галина Германова хотела, поскольку мы обсуждаем тему наука и искусство, вот, есть музей в мире науки и искусства, и в одном из них, это город Бершева, там у нас коллега, некоторые знают, Изи Шлейбер, взял я в него в Бершеве, и в этом музее побывал, университет Бершева, такой профессор из этого университета, Абрахам Тамир, создал символ взаимодействия науки и искусства, и что он сделал? Да, покажи, пожалуйста, это, я, я, бесконечно удивлена, это прямо хоть бери эмблема для Дома ученых, посмотрите. Абрахам Тамир, такое увлечение, он занимался смещением половинок лиц, но это не так просто, но разный смысл. И вот самое интересное смещение, и то, что стало символом конференции взаимодействия науки и искусства, он совместил лицо Эйнстейна и Монгей Лизы. Ну, как видно, хорошо все вмещается, и смысл такой очень интересный. Я бы даже, оставьте, пожалуйста, я бы вот сейчас, ну, конечно, я не буду злоупотреблять, помню, что вам в командировку летит, и вам еще вопросы, я все-таки хотела для себя вот эту эмблему, коллеги у меня здесь, наверное, есть, скажите, это же физики-лирики, это физики-лирики, это тема, можно сказать, эмблема, для чего Дома ученых создавался когда-то, 60 лет, мы в прошлом году отметили юбилей, Сергей Владимирович уже более пяти лет является председателем Совета Дома ученых, это одна, еще одна грань его занятости, таланта, возможности и так далее, Сергей Владимирович присутствует абсолютно на всех важных, крупных мероприятиях Дома ученых, мы много выставок открываем, его личных, персональных, значит, была в 20-м году к юбилею мы делали, вот мы фотографии для вас, Сергей Владимирович, вспомнить, пандемия была, и мы делали открытие этой выставки, дальше, вы принимаете участие в клубе межнаучных контактов, мы планируем еще один клуб сделать, по-моему, по народонаселению или экологии, да, Дед Сергеевич, энергетики, да, далее, все-таки Дом ученых создавался, вот правильно вы сказали, чтобы ученые здесь занимались не только работать, но и творчеством, и поэтому у нас очень, мы дорожим, вот это, физики, лирики, у нас много мероприятий на эту тему, в данном случае вот мы прям попадаем, это можно и назвать еще встреча физика и лирика, но Сергей Владимирович, можно вам поставить, спросите у вас, вот вашу точку зрения, я, как руководитель, конечно понимает, что лириков становится сейчас на наших глазах все меньше и меньше, как вы думаете, какое будущее, вот у Дом ученых, вот у таких конференций, вот у этой эмблемы искусства и наука одно лицо, вот физики и лирики, и лириков меньше, замечаю, как это, перспектива какая у нас с вами? Я думаю, все-таки жизнь настолько разнообразна, нельзя сказать, что лириков меньше, поскольку мы видим, что из физиков, а, если из физиков, то может быть, поскольку математика, физика, жизнь сфровая, но все-таки я вижу, что будущее это соединение, особенно учитывая наши возможности, это и достижение и компьютерная техника, и видео, а сейчас еще довладается искусственный интеллект, мы на эту тему могли бы отдельно подискутировать, потому что я придаю большое значение различию искусственного интеллекта, мы даже участвуем в нашем проекте, даже здесь, мои коллеги сидят, которые в этом участвуют, университет выиграл большой грант, в этом, с одной стороны, будущее человечества, а просто в этом опасность, именно искусственный интеллект и погубит человечество, вот почему у меня там лозунг такой был, если вы видели, про геотермальную энергетику, что геотермальной энергии достаточно на все время существования человечества, потому что время существования ограничено и ограниченность обусловлена именно воздействием общества на самих себя, человечество, извиняюсь, себя настолько, что для многих это почти очевидно, но одно из подтверждений, мы же видим, что кроме нас никого нет в Вселенной, молчание в Вселенной, то, что еще давно Фейман еще этот вопрос поднял, почему молчит Вселенная, в действительности один ответ, то, что высокоразвестные цивилизации сами себя любят. Послушайте, прежде чем дать микрофон в ваши руки, я все-таки мы сегодня не будем затрагивать этих тем, но мы бесконечно можем беседовать в этом зале, и мы вдвоем можем с Сергеем Владимировичем беседовать, потому что, понимаете, вот он может вам рассказать об людях, об его истоках, вот Сергей Владимирович собирает коллекционер прекрасного виски, да, причем это тоже, оказывается, дистилляция, это тоже теплофизика, понимаете? Чистая теплофизика, понимаете, как это интересно, ну, про искусственный интеллект сейчас мы сказали, у нас есть еще возможности повстречаться и о многом поговорить, так что мы, Сергей Владимирович, я от всего сердца вас благодарю за эту беседу, что вы нашли время к нам прийти сегодня, и грани таланта этого человека безграничны, дай Бог вам здоровья, побольше встреч на Доме ученых, и находите время, особенно для нас, больше времени для нас, мы всегда рады вас видеть в Доме ученых. Ну, дорогие друзья, я, вот ребята у меня здесь, можно вопросы, если есть, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Сергей Александрович, вы были на Белухе, где рассказали главное, можно я расскажу? Белуха не пускает на себя грешников. Я был на Белухе, и там очень интересная, почти сказочная история произошла. Меня пустила Белуха. Сергей Владимирович, вы не грешник. Я знаю, есть такое. Еще, еще, вы промолчали из скромности, а я сказал. И еще, вы, ну, высказывание Черчилля, кто владеет информацией, кто владеет миром, мы знаем. Сегодня я узнал еще одно высказывание к стыду своему только сегодня. И тут же возникла мысль, как это одно и то же высказывание. Оно связано понятием энтропия. Не правда ли? Нет, это совершенно верно. Поэтому некоторые считают, что это почти равенство. Спасибо за комментарий. И последнее. вы прошли очень большой путь и у вас очень большой за плечами опыт, как доводить научные открытия до реализации промышленной, индустриальной. То, о чем мечтал наш Михаил Шелаврентьев, наш дед. Так его звали, когда мы с вами были студентами. Так его звали коллеги. У вас такой большой опыт, что я хотел бы попросить вас разрешения, когда вы вернетесь из командировки встретиться, потому что я как раз занимаюсь передачей информации. И у меня возникла проблема, которую я наверное решил бы, но за много-много лет. Если бы вы подсказали, если бы вы разрешили пойти к вам в институт, я готов сделать коротенький доклад на конференции, на семинаре. по результатам, скажем, докторской, но... договорились? Все, все, я не могу поговорить, конечно, как раз вот эту интервью. Спасибо большое. Хорошо. Друзья мои, не злоупотребляйте о себе, а мы задаем вопросы все-таки нашему замечательному человеку, интересному, Сергею Владимировичу. О себе потом. Договорились? Представиться можно. Сергей Владимирович, здравствуйте, меня зовут Павел. Для газеты «Бумеранг» такой вопрос. Вообще два вопроса. Первый. Ваша деятельность затрагивает теплоэнергетику и проблемы мусора. Мы все знаем, что мусорные свалки горят. Ну, некоторые. То есть и сейчас известно ли, какие процессы происходят в недрах свалки и есть ли какие-то проекты по переносу вот этой температуры в недрах свалки на какие-то энергоносители, чтобы как-то это аккумулировать и все-таки это с пользой было? Да, мы этим, я же говорю, не просто занимаемся, у нас даже есть программы и прямо там есть непосредственные проекты, которые касаются получения энергии за счет анародного про что вы говорите у нас по-моему таких только в России но одна точно есть, я получаю энергию но мое мнение что это не тот путь нужно полностью их ликвидировать и ликвидировать можно только путем комплексного подхода вот это очень принципиально важно нет ни одной технологии которая решает проблемы отходов а комплекс означает то что мы должны во-первых минимизировать отходы и они должны быть такие чтобы их можно было легко утилизировать а конечный самый конечный процесс все равно вы не обойдетесь без химической переработки и скорее всего это плазма хотя это дорого и в итоге у нас должны остаться нейтральные отходы которые можно спокойно захорагивать вот такие технологии есть это целый спектр но к сожалению у нас все по отдачному принципу вот вчера я впервые услышал что президент Путин дал указание все-таки заняться отходами ну посмотрим как это пойдет да спасибо и второй вопрос касается искусства вот что вы знаете о музее об истории музея сибирского отделения функционирует ли он сейчас и есть ли туда доступ там для молодежи которые вот приезжают в университет сейчас учиться ну к сожалению здесь я в последнее время наскоряющем может быть Сергей Роберыч про это как зампредставитель я ее тоже не обсуждали по музею нет есть выставочный центр в большей композиции которая связана с истории и с разработкой нет нет я с разговором о музее потому что как такового музея сибирского отделения ну к сожалению ну это правильный вопрос это хотели нет нет там даже он был действительно да ну вы хороший вопрос задали я думаю наверное специально мы тогда обсудим спасибо большое это важно спасибо Сергей Владимирович здравствуйте меня Федор зовут такой вопрос касается геотермальных источников энергии какие сейчас вот на ваш взгляд главные технические инженерные вызовы стоят прежде чем массово перейти именно на этот источник энергии главные задачи сейчас необходимо решить спасибо по нашему мнению мы должны заняться низкотемпературной геотермальной энергией если это говорить о России потому что горячие источники у нас только в нескольких местах это Камчатка Курильские острова там немножко возле Байкала и Северный Кавказ то есть там есть источники температуры например 150-160 градусов и это пар и буквально смесь там стандартные подходы проходят но зато много есть источников где просто горячая вода или там теплые породы и эта температура обычно меньше 100 градусов поэтому вода кипеть не будет электрическую энергию здесь не можем но зато здесь можно использовать цикл органический цикл Ренкина то есть заставлять кипеть не воду а фреоны как в холодильнике и тогда используя фреонную турбину можно гнилить электричество впервые в мире это было сделано институтом теплофизики на Камчатке в 70-е годы как раз Академия Кутатерадзе был руководителем этого проекта и к нашему стыду сейчас в России нет ни одной станции на цикле Ренкина органическом а в мире около 2000 установок и все ссылаются на опыт России института теплофизики и вот наша задача я сказал что сейчас мы хотим такой проект сделать и надеюсь сделаем как раз и реализовать вот этот пилотный проект и затем его можно будет тиражировать а мест у нас полно в частности Томская область там даже специально Газпромнефть вот хочет такие установочки поставить но для этого нужно сделать пилотные стенды которые демонстрируют возможности и экономические и технические спасибо а и добавлю еще и второе это электричество а второе еще можно использовать тепловые насосы для того чтобы подавать тепло для нас важнее даже теплоснабжение вот этим мы сейчас тоже планируем заниматься у нас и Старта Сергеевич ответственная за это направление и мы тоже хотим создать большую программу и по России и непосредственно по Сибири спасибо большое но я хотел еще задать вопрос про бурение то есть я так понимаю что это одна из тоже из-за нервных больших задач то есть на какую глубину нужно научиться буриться чтобы массово именно этим источником энергии можно было обеспечить да это самый важный вопрос и проблема номер один действительно бурение дорогое как я уже сказал вот и если будет найдены подходящие технологии бурения то это будет революция не только геотримальной энергетики но и в горных науках и геотеримальной энергетике и так далее поэтому этим заниматься нужно абсолютно а если говорить про геотримальную энергетику то здесь все зависит от того насколько близко подходит водные горизонты вот но нас больше сейчас интересуют не водные горизонты конечно а сухое тепло которого очень много а здесь глубины примерно минимум примерно три километра а так диапазон разумно наверное 5 километров но в принципе смотрим на 10 хотя новые идеи они только что появились 25 километров почему 25 а потому что там еще более горячие породы и что самое интересное наконец-то есть новые подходы и эти подходы опять может реализовать Россия хотя предлагают сейчас за рубежом оказывается для темояда разработаны источники миллиметрового излучения гератроны это нижний Новгород самые лучшие источники в мире если использовать вот это миллиметровое излучение оно через полновод запускается вниз по скважине и испаряет гранит и базальтовые породы и оказывается как это неудивительно цена бурения несколько раз дешевле чем если мы будем так что в принципе подходы есть но этим надо заниматься заключительный пожалуйста можно нет на самом деле это настолько малый вопрос да доброго всем здравия и спасибо ведущая что нас спросила о том что что будет с домом ученых а мы вот живущие здесь 60 плюс попросили меня задать вопрос а что будет с академгородком Фальков растоптал академгородок и что сейчас творится с академгородком на самом деле мы своими глазами видим что не так это все просто вот что вы скажете вы ближе к верхам у вас как-то вроде бы есть международный опыт и какие-то там сейчас вот нарастают но фальков уничтожают академгородком нет ну здесь вопрос уже нам понятен да он для всех болезненный но как раз сейчас и создана рабочая группа в сибирском отделении вот вот Маркович Дмитрий Маркович здесь есть представители этой рабочей группы вот они буквально только что этот вопрос обсуждался на последнем президиуме ну это вот в стадии там ряд предложений но вопрос больной я могу сказать ну хорошо же все будет нет мы конечно надеемся что все равно этот вопрос решим давайте на позитивной ноте но как я тоже не знаю потому что здесь несколько разных совершенных предложений как разрешится я не знаю Сергей Владимирович но главное что это мы с хорошим будущим и дом ученых и академгородка и самое главное что наука процветает культура процветает и все у нас с вами будет хорошо когда мы вместе правильно давайте поблагодарим Сергея Владимировича еще раз пожелаю побольше себе интересных встреч с такими уникальными у Дмитрия Сергеевна Владимирович удачной вам поездки взлета посадки и до новых встреч с днем ученых соцсетями днем ученых